Доброго дня! Привет коронавирусу! Мы, как говорится, в модной одежде тоже решили. Мы находимся в Янипе, это поселочек Плаканцемс, огромный дачный кооператив. Находимся мы в Латвии, это примерно 30 километров от Риги. То есть мы установили гранульную горелку в котел Симы, где, ну напомню, что мы в 52 уже котлах дровяных установили, и не только дровяных, еще и гранульных установили вот эту замечательную установку. То есть что она позволяет сделать? Позволяет автоматизировать ваше отопление. Да, то есть когда вот у хозяев спросил, блин, так в маске неудобно говорить, вообще жесть, ну ладно, будем тренироваться. Вот, значит, причина установки, хозяева сказали, что первое, это запах, второе, это нужно часто ходить, и третье, это грязь. И от себя добавлю, что это очень некомфортная температура. Сам топил три года, прекрасно знаю, что это такое за радость. То есть и когда три раза чуть не взорвался у меня котел, я понял, что это не моя тема. То есть тогда, на тот момент я поставил ионное отопление, сейчас это очень дорогое, примерно 3 евро квадратный метр, но тем не менее его тоже имеет место быть. То есть сюда, в этот котел мы установили еще полочки. Сейчас не буду открывать, так как у нас только что засыпка произошла, и фоторезистор может дать ложную команду на то освещение, которое у нас есть. Вот, и изначально мы приехали сюда, хозяева хотели поставить проводной датчик RDE 100.1, вот, но когда я узнал, что 4 дня люди живут здесь, а 3 дня уезжают в Ригу, я понял, что им удобнее всего будет SALUS, и порекомендовал им SALUS, то есть это доплата 85 евро при наличии интернета. И люди, хозяева молодцы, поехали в Ригу, у LMT, я так понял, взяли рутер, и мы уже через 3 часа установили им SALUS. То есть в чем преимущество этого SALUS? Это в том, что если там минусовая температура или ветер, и холодно, да, то может это все, ну, будете нервничать, как тут в доме не замерзла ли вода, работает ли это все отопление. То есть преимущество в том, что вы берете телефон и открываете вот такое приложение RT310i, сейчас оно откроется, то есть берете, заходите сюда, и вы здесь видите температуру, какая находится в доме. Здесь, как мы видим, интернет очень слабенький, ну да. Ого, сколько крутит. Вот, ну ладно, короче, вот так вот, хотел сумничать, показать, но в итоге интернета что-то у меня тут нету, но да ладно. Вот, ну и, короче, вы всегда с любой точки мира видите, сколько здесь градусов, и таким образом вы можете понять, работает эта система или не работает. Вот, дальше, что здесь хочется сказать про наш замечательный бункер, у которого, так как здесь был у хозяев сделан пьедестал, чтобы было удобней закидывать туда дрова, ну и для нас удобна, конечно, и горелка, но неудобно теперь закидывать гранулы. Вот, и получается, что нам нужны были вот эти вот ножки, до, ну, хозяевам надо было докупить. Вот, и также напомню, что у нас есть там сеточка, и когда хозяева на три дня уезжают, я порекомендовал им приобрести на раститель. То есть на раститель это еще один ящик сюда такой, 30 сантиметров высотой, туда входит еще 52 килограмма, в данном случае на дом 90 метров, это примерно плюс три дня. Вот, таким образом можно не переживать, что даже в самый сильный мороз, там минус 25 градусов, еще останется какой-то уровень гранул. Ну, потому что когда холодно, вы понимаете, что это все увеличивается, расход гранул. Ну, я так надеюсь. Вот, и также здесь у нас стоит бойлер, купленный хозяевами, но он еще пока не подключен. Напомню, что наша горелка также позволяет подключить, автоматизировать подогрев горячей воды, так называемый летний-зимний режим. Но вы ставите, допустим, в бойлере желаемую температуру на котле, и это все автоматически у вас переключается с одного на другое. То есть, сейчас произошло чудо, ну, уже не сейчас, а пораньше. Вот так вот выглядит это приложение. То есть, у меня сейчас, допустим, там, где стоит датчик на работе 14 градусов, хочу я 7. И таким образом вы видите вот эту температуру, сколько у вас есть, сколько у вас, вернее, вот эту температуру вы видите, сколько есть у вас дома. То есть, удобное что? Что вы знаете, что вы завтра там к 6 вечера приедете, соответственно, утром там в 9 часов вы можете поднять до 22 и приехать к 6 часам уже сюда в теплый дом. Здесь еще был один нюанс, это воздух в радиаторах. То есть, если вы в спальне чувствуете, что по радиаторам чего-то там бегает пузырек воздуха, то в этом случае я решил у себя дома поставить похожие, типа вот такие воздушники, да, как по центру, вот этот вот с колпачком, вот этот вот, вот я на этот показываю. То есть, он есть угловой на 90 градусов уголок у него, внизу вот этот прямой, а там есть с уголком на 90 градусов. И он автоматически будет отвоздушивать вам радиатор, тем самым увеличивая мощность каждого радиатора примерно на 30%, если в нем нет воздуха, да, и, соответственно, вы будете спать спокойно в тишине. Ну и также был свист в радиаторах. Если вы чувствуете, что чего-то там посвистывает, да, то есть спать не так комфортно, то в этом случае это просто большая скорость циркуляционного насоса, потому что тут система вся новая, вот, и получается, что нужно ее просто, мы уменьшили на одну позицию мощность циркуляционного насоса. Вот, ну, и может, конечно, там что-то забилось, но тогда это уже другая тема. Главное, смотрите, чтобы дальний радиатор тоже у вас грел хорошо. Вот, в принципе, я рекомендую посетить нашу страничку abcura-credita.lv Не стесняйтесь брать отопление, все в кредит. Мы также и продаем алюминиевые радиаторы, и бойлеры, и комбинированные, и электрические. У нас около 48 видов этих бойлеров. И также делаем дымоходы, также делаем котельные. Находите нас в фейсбуке, пишите, наконец-то, комментарии. То есть не только на ютубе, но и где-то нас находите. Мы же там стараемся быть и в инстаграме, и в фейсбуке, и на ютубе, и еще где-то. До встречи в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова